Часто, я не знаю, знают ли об этом те, кто нас слушает, и даже знаешь ли об этом ты, но в прокуратуру подано заявление ряда организаций российских, подверженное некоторым количеством московских раввинов, о признании хамасо-террористической организации. Потому что логика проста. Эта организация, обстреливая Израиль, вообще-то полит примерно по третий миллион выходцев русскоязычных. Среди которых около 100 тысяч граждан России. Просто граждан России с русскими паспортами, с теми самыми, вот соотечественники-соотечественники, вот на 100%. И если их не защищать, то понятно, что действующий МИД, ну у него все 300 тысяч, куда вывезешь? Никуда, там ветеранов войны. А вот там человек 20 из газа, можно вывезти, сказав, что тут неспровоцированное, всего-то 3 тысячи ракет и мин выстрелили, после этого начинается воинская операция. Чего-нибудь, и поселенцы как-то вот это тоже, наверное, противоречат и замедляют. Жень, давай все-таки вернемся, а то мы сейчас так ушли по красивой дуге. А нам придется, знаешь, почему к этой дуге возвращаться? Внутри России, и мне это дико не нравится, продолжается очень серьезная протурецкая кампания. Конечно. Она очень активна в татарствовании.